Теремок ТВ Тима Тома! Тима Тома! Тима Тома! Лучший нос! Что это? Мое изобретение Я отослал его чертежи на конкурс изобретателей И жду ответа Тима, ты обязательно победишь! Ой, я и забыла! Там такое по почте пришло! Бежим скорее! Это ответ из школы изобретателей! Интересно, а что там? И кому? Лучшему нос! Это же мне! У меня лучший нос, Витя, нос! Хобот! Почему это у тебя? У меня лучший нос! Пятачок! А давайте устроим конкурс носов! У кого нос лучше, того и посылка! Какой у меня неинтересный нос! Не вешай нос, Тима! Я знаю хорошую зарядку! Смотри и повторяй! Ничего! Это только начало! Продолжим после обеда! Только начало! Надо отвлечься! Почитаю! Карлик нос! А! Лучше поиграю! У меня самый бессмысленный в мире нос! Короткий! Ничего не может! Ну, что здесь можно посоветовать? Перемена формы носа! Искусственные носы! Искусственные носы! Искусственные носы! Что это с ним? Конкурс носов объявляю открытым! Первый выступает Тома! А теперь поросенок! Вы сейчас спрячете этот гриб! А я его найду по запаху! Готово! Готово! Подумаешь! Эх! Твой нос лучше! Забирай приз! А! Ура! Постой, поросенок! Теперь я! Лучший нос! Значит, лучший нос у тебя, лисичка? Ну, так в журнале написано! Стойте! Стойте! А вот и мой нос! Вот это нос! Все равно мой нос лучше! Это же не ты! Приз достается! Тиме! Лучшему носу! Приз лучшему нос! Лучшему нос в виде выдумщику от школы изобретателей! Так это же тебе! Ух ты! Конструктор! А как же нос? А носы у нас у всех хорошие! Правда, Тима? Так и есть, Тома! Не по плану! Тима! А Новый год скоро? Через полгода! А что? Как долго ждать! А праздника хочется! А зачем ждать? Смотри, Тома! Вот план праздника! Так, разошлите приглашение, подготовьте площадку и концертные номера! Приготовьте угощение, празднично оденьтесь! Отличный план, Тима! Ты куда, Тома? Празднично одеваться! Но это последний пункт плана! Подумаешь, кто их только сочиняет, эти планы? Умные бегемоты! Они просто ничего не понимают в красоте! Пункт первый! Приглашение! Пункт второй! Я вешаю флажки и фонарики, а ты сбегай, разнеси приглашение! Ишь ты! Он будет фонарики вешать, а я сбегай, разнеси! Хорошо! Главное, по плану! Это все для маленьких! Хочется что-нибудь другое! Ай! Ага! Тома, что это? У нас будет вечеринка у бассейна, Тима! Но это же не по плану, Тома! Планы для бегемотов! А теперь концертная программа! О! Разучим танец, Тима! Ну, но это не по плану! Нет, лучше песню! Сима, запивай! А что запивать, Тома? Тогда фокусы! Ложись, Тима! Что-то мне не очень, Тома! И вообще, пора пироги печь! Ты раскатывай тесто, а я принесу начинку! Ммм, вкусное тесто! Пирог будет замечательный! Ты что, съела тесто? Ой, Тима, прости! Я нечаянно! Этого пункта в плане нет! Что-то твой план не работает! Это не план не работает! Это ты не работаешь! Эх, пора переодеваться! А я уже... Грязная! Привет, Тима! Друзья, мы тут, знаете, старались, но... Класс! Настоящая лужа! Лужа мечты! Ура! Попусточка! Милая! Обожаю головоломки! А вот и я! Ура! Вот что! Все не по плану, но все получилось, Тома! Потому что главное в празднике – хорошее настроение, Тима! Дочки матери! Может, в мячик? Вчера в мячик, позавчера в мячик. Надоело! А в прятки? Сегодня три раза играли! Тогда... Будем играть в дочки-матери! Не получится! Какая из меня дочка? Или мать? Я мужчина! Дочкой с матерью буду я! А ты будешь то сыном, то папой! Побежали! Вот! Ты, папа! Включай телевизор и смотри футбол! Я хочу мультики! Мультики – это для сыночков! Ну вот, наконец, долгожданный финал! Крокодилы против бегемотов! Бегемоты вырываются вперед! Точная передача носом! Атака на ворота! Куда полечишь? Та! Какой? Та! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля! По-предству ричья! Ля-ля-ля-ля-ля! В прошлый момент нападающий... Нападающий на футбол! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Да! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Папа! Надоело же твой футбол! Я хочу мультики! Тома, то есть дочка, не мешай, сейчас пенальти будет. Мультики! Не мешай, в угол поставлю. Ах, так? Ну давай еще чуть-чуть, давай. Сын, ты опять у телевизора? А уроки ты сделал? Ма-а-а! Никаких марш! Марш сделать уроки! И уж помой! Маму мультики не смотрят. Они смотрят кулинарные шоу. Парительно замариновать. Приготовим большое блюдо. Расскажите, пожалуйста, нашим зрительницам о последних тенденциях моды. Этим летом в гардеробе каждой современной модницы должны присутствовать туфли Сабо, а также платье, юбке Макси. Ой, ой, ой! Предпочтение отдается объемным причёскам из кос. Мама, я есть хочу! Сейчас мама приготовит обед. А-а-а! А-а! 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 Ну и так сойдет Сынок, обед готов Мои руки Папа, пап, у меня обед упал Вот это да Мама придет, попадет себе Знаешь что, дочка, хорошие девочки Всегда помогают папам делать уборку Ладно, папа Где твой веник? Да, нелегко быть папой И мамой И сыном И дочкой Включай мультики, Тима Может лучше футбол, Тома? Пойдем на улицу, лучше в догонялки поиграем Не догонишь, не догонишь Мешок слона Енот Жан-Поль испек самый большой пирог в мире Сима, ты дома? Что случилось? Я хотел испечь пирог Но не знаю, сколько надо продуктов Чтобы он был самый большой Эх, ничего не вышло Тима, не сдавайся Большой пирог Это какой? Огромный-огромный Как слон Ну, слон у тебя есть Это поможет мне? Чтобы испечь пирог размером со слона Нужно столько воды Сколько весит слон Садись Готово! Добавьте муки вдвое меньше, чем воды Муки надо в половину меньше Значит, тебе надо встать на качели в половину Как это? Хм, если ты свесишь ноги, они не будут на качелях Значит, на них останется только твоя половина А, это я могу! И я! О-о-о! Копать будем здесь! Ой, яма сама выкопалась! Продолжение! Мешок муки не прилетал? Фу... Дима, вот он! А чего это у вас мешки летают? Это мы его так взвешивали Надо было взвесить мешок муки То есть мешок слона Фу ты! Пол слона – мешка муки А это... Я, кажется, придумал! Бежим! Кролики, пошли! Филиция, тут у нас важное дело Ты для него еще маленькая. Ну, я тоже хочу кататься. Есть. Один слон – это шесть кроликов. Значит, половина слона будет... Три кролика. Где мука? Освобождайте весы. Трое сюда. Сыпь осторожно, Тома. Я уже большая. Иди играй, Фелиция. Так, полслона муки есть. Два кролика на масло. Готово! Яйца пять кроликов. Сахар один. Ничего не забыли? Тима, а соли сколько? Соли в половину меньше, чем сахара. Ничего не получится. Тима, не сдавайся. Но, Тома, если соль – половина сахара, то нам надо взвесить половину кролика. Фелиция! Молодец, Фелиция! Это все! Как все! Я еще хочу! Ничего не осталось взвесить. Даже самую малюбусечку. Ничего. Осталось домесить тесто и испечь пирог. Осталось взвесить, осталось свесить. Да все, что есть вокруг. Ура! Так, велосипед весит два кролика. Пыль и снос. Один кролик! Ха-ха-ха! А пирог? А пирог? Вин! Абсолютный рекорд поселка Пряники установил бегемотик Тима. Я же говорила, если не сдаваться, то все получится. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Честно, я сам видел. Подумал, ты уезжаешь. А я там в мушку уехала. Карета. Тима, бежим! Куда, Тома? Куда-куда? Карету искать! Смотри, Тима, это от кареты отвалилось! Это-то точно, от кареты, Тома. Смотри, Тима, она тут проехала. Вот следы, а вот остановка. Садись. Подождем карету и уедем в далекую страну. Тома, я должен тебе сказать... Тима, слышишь, это она. Привет, Тома! Ты чего здесь сидишь? Карету жду. В дальние страны поеду. Карета? Хи-хи-хи! Чего вы смеетесь? Карет не бывает дома. Не бывает карет! А вот и бывает. Физкульт, привет! Привет, Мишка! Я думала, ты карета Какая карета? Золотая, в дальние страны Так ты это, расписание знаешь? Прождешь так, но очень скоро Это Мишка проехал А это карета Неужели? Да нет же, у кареты следы так А у Мишки так Все ждешь, Тома! Не приедет твоя карета Приедет Вот остановка, а вот следы Это Мишкины следы От велосипеда Мы ему колесо накачивали Помню Пойдем, Тома! Поздно уже? Не бывает, значит, золотых карет А это что за звук? А это что за звук? О! Карета О! Вот это да! Хорел! Карета пода нас! Садитесь, пожалуйста! Простите, Тома, я все придумал про карету Ничего, Тима, она ведь все равно приехала Наша карета едет в далекие страны Следующая остановка – поселок Пряники Би-би-бип! Эх, гудок надо было сделать Не надо Мушка! Тима, смотри, это она! Моя мушка нашлась Вернулась Раскопки Вот здесь вот так вот Так Мусор какой-то Тома, это не мусор Это челюсть Да, очень древняя челюсть Тысячу лет назад тут жили доисторические бегемоты Это почему это бегемоты? А может, слоны? Или доисторические поросята? А может, у нас были общие предки? Надо произвести раскопки Вперед! К секретам Тима Потамцев! Это еще кто? Наши предки А почему не Тома Потамцев? Ну хорошо, назовем их Тима Томцами Ну вот, другое дело Хорошая погода, а! Покупаемся! Покупаемся! О, а это что такое? Что это? Извините, сюда нельзя Идут раскопки Но мы хотим купаться Раскопки – дело исторической важности Ладно, позагораем на горке Нет-нет-нет, там главное место раскопок Пойдемте собирать ягоды Простите, туда тоже нельзя Покачаемся на качелях Проход закрыт Извините Поиграем в футбол Не сегодня Так не честно! Вы своей игрой все места заняли! Это не игра! Так, это надо очистить А деньги с тех пор совсем не изменились Может, мороженого купим? Нет, Тома Это ценный экспонат Его надо сохранить для истории Исторический музей Тима Томца Как интересно! Ваш билет, пожалуйста! Вот это подойдет? Проходите Меня вот, прошу Вот, возьми Главным занятием наших предков была охота Здесь вы видите наконечник копья Тима Томцев И боевой бумеранг Бумеранг? Экспонат руками не трогать Тима Томцы умели обрабатывать металл Делали монеты и грубые украшения Так это же моя клипса Я ее в Новый год на горке потеряла Сами вы грубые! А наконечник от моей ложной палки Я тогда так прокатился А я в тот день как раз клюшку сломал Да! И мой брат монету потерял Но этого не может быть! Ой, это же Лисичкина расческа. Ее-то вы где откопали? Челюсть тимотомцев. Челюсть! Ничего смешного. Благодаря этим предметам мы можем вспомнить, как провели прошлый год. Но для музея это не годится. Почему не годится, Тима? Просто это будет другой музей. Дорогие все, сегодня мы открываем наш первый музей. Музей истории поселка Пряники. Добро пожаловать! Музей открытие! О, ура! Новый музей классно! Укротители! Привет, Тима! Кулички лепишь. Нет, Тома. Упрощают диких зверей. А где звери? Я пока так репетирую. Без них. Без них, Тима, ничего не получится. Вперед! Ой! Зверя лучше брать на конфету. Тома, здесь же не водятся дикие звери. Просто никто не пробовал их ловить. Тома, ты должен напрячься. Тихо. Попался! Ой. Ну, чего? Это не спортива. Мишка, а Мишка, а хочешь в цирке выступать? А? Я буду кричать а-ля, а ты прыгать в обруч. А как же я в обруч? Со штангой? С какой еще штангой? Ну, я же атлет буду. А я тогда кто буду? Ну, э-э-э. Ушел зверь. Ну и ладно. Медведи плохо дрессируются. А мы крупного хищника поймаем. Танцевать научим. Если он согласится. Ого. Выпустите! Мне редиску полоть надо. Кролик, а давай вместе в цирке выступать? Да. Сима укоротитель. А ты дикий зверь. Кракс-факс-факс. Э-э-э. Я не могу. У меня редиска! Мы согласны. Будем дикими зверями. Да какие же вы дикие звери? Мы! Ну, вообще-то... Начинаем наше представление. Выступает укоротитель Тима и его дикие звеньи. Алле-оп! Ну, поймите же! Ой! А-а-а! 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 Чикеть! Ну, сядьте, пожалуйста! Эй, так нечестно! Надо слушаться! Вот... Вот так. Алле-оп! Вот еще! Мы! Дикие звери! Э-э-э! Э-э-э! А-а-а! 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 Ну и ладно! Слушай, Тима, а давай ты будешь укоротителем слонов? Алле-оп! А-а-а! 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 Знаешь, Тома, как-то неправильно все получается. Давай лучше! Это... Чего стряслось-то, а? Может, землетрясение? А-а-а-а! Внимание! Внимание! Цирк культурных зверей приглашает всех в артисты! А вам, это, все очень нужны? И факусники! И звери! Культурные! Принимаем всех! Ура! А-а-а! Ура! Это да! Здорово! Артистка Если вы талантливы и мечтаете выступать в цирке, приезжайте в нашу школу. Ой, это же про меня! Тома, ты что, от нас уедешь? Ради цирка куда угодно! Цирк – это сила духа! Хм, в актрисе главное – изюминка! Хм, нужен талант! Нет у меня изюма и силы духа непонятных! Главное, у тебя есть мечта! А мы поможем! Переходим к упражнениям на шаре! Ай-яй-яй-яй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! О-о-о! А-а-а-а-а! Что это с ним? Тут зрители аплодируют, аплодируют Кончили аплодировать, теперь я А ты представь, что он крутится Воображение, первый друг артиста Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла Артист должен производить впечатление Надо понять, Тома, в чем твоя особенность? Какой у тебя талант? Я умею трубить опытом, вот так! Тома, ты звала играть? Нет, Тима, я ищу свой талант Ты не знаешь, какая у меня особенность? Ты вся особенная, особенно уши У всех есть уши Вот если бы Тома на них летала Я научусь Внимание, внимание, смертельный номер Слоенок Тома свершит полет на ушах Тома, вот он твой талант Ты клоунесса Клоунесса? Ух ты! Ну, наконец-то! Тома настоящая артистка Боец! Я в нее верю У Томы особый, редкий талант Она мой самый лучший друг Я буду по ней скучать Дорогие зрители! Выступает клоунесса Тома! Абра-швабра-кадабра! Крекс-фекс-пекс! Здрависсимо! Ура! Ура! Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла Эх, Тома, как же без тебя будет скучно Это цирку без меня будет скучно Цирку? Я остаюсь с вами, друзья Буду вам здесь цирк устраивать Хоть каждый день Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла Поручение Ух ты! Тима, а что это? Это, Тома, самокатный громозвон Будет, он еще не достроен Тогда... Тогда давай же... Тогда давай же его достроим Прямо сейчас Не могу сейчас Нужно вернуть мышке книгу Мышка подождет Нет, Тома, это очень важная книга Она может понадобиться мышке в любую минуту Тима! Тима, ну пускай книжку отнесет кто-то другой Вон... А, медвежонок! Неудобно Чего неудобного? Дай сюда Мишечка, ну будь другом Все равно без дела бегаешь Можешь бегать к мышке Отнести книжку Тима бы и сам отнес Но у него, понимаешь, самокатный громозвон Спасибо, Мишечка! Я все уладила Ух ты! Значит так Да что же? Слушай, это... Книжка Крышки надо Отнесешь? А у Тимы... Громокатный самозвон А-а-а! Ой-ой-ой! Спасибо, друг! Стой! Тело есть! Мышке надо книгу, а у Тимы перекатный громолом! Так что давай, действуй! А-а-а, миленький кромышка! У Тимы! Там, у Тимы, громоладный перелом! Что у Тимы? Перелом громадный! Вот, кстати, книжка! Кричневый из! Вперед! Что случилось? Тима умирает! Я с вами! Что случилось? Тима! Ай! Спасать надо! Ура! Ну что, готово? Подожди, подожди! Почти! Тима! Ой, что это? Вот, двигайся! Раз, два, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Ай! Раз, два, три! Раз, два, три! За что? Мы тебя спасем! Не бойся! Ты умираешь! Тима, не беспокойся Я твой громосфор вместо тебя доделаю Не надо ничего за меня доделывать С чего вы взяли, что я болен? Эээ, Мишка Ну, ты, это, книжку? Да, ты книжку сам не вернул Да потому что заболел Ой, Тима, она вернулась Эх, Тома, все надо делать самим Мышка, держи свою книжку Спасибо, Тима Это раз А теперь, внимание Представляем вам самокатный громозвон Тома, запускай Аллео Чудо-песенка Ой, Тима, смотри Бедный цветочек Ему грустно Его надо полить, Тома Ему надо спеть песенку, Тима От хвори и простуды Мы песенку поем А чтобы было легче Поем ее вдвоем Поем ее сегодня И завтра будем петь Поскольку не желаем Ни капельки болеть Сработало Песенка подняла ромашки настроение Привет, кролик А-а-а-а-а, вспредители Кто? Мы? Гусеница Ну что ты, кролик Как такая милашка Может навредить? Какая умница Я назову тебя Чудо Чудо-юдо Кстати, у меня созрели мангосливы Хотите попробовать? Да! Мои мангосливы! Ты! Чудище! Не волнуйся, кролик Я сейчас чудо-песенку спою И она исправится Может еще и станцевать для нее? Да Давайте ее напугаем Разве правильно кого-то пугать? Надо объяснить Чудо! Нельзя столько есть Ты же лопнешь Все! Съели! Твой огород! Куда мне теперь? Все пропало! Ой! Ой! Он что? На слепое чудо-покупе? Так ничего не получится Надо заманить чудище в ловушку Готово! А вдруг она ушибется? Если ее поймает кролик Она ушибется еще больше Моя морковка Весь огород Ну вот теперь Можешь петь, Тома Больше делать нечего От хвори и простуды Мы песенку поем А чтобы было легче Поем ее вдвоем Поем ее сегодня И завтра будем петь Поскольку не желаем Ни капельки болеть Что с ней? Ч-ч-чудонька умерла? Окуклилась Пойте дальше Тома Это она! Моя чудонька! Какая чудесная! Это вся моя чудо-песенка! Тома, а твоя чудо-песенка Огород посадить может? Легко! От хвори и простуды Мы песенку поем А чтобы было легче Поем ее вдвоем Поем ее сегодня И завтра будем петь Поскольку не желаем Ни капельки болеть Принцесса! Ага! Попалась принцесса! Я попалась! Это ты попался! Дракон! Помогите! Не бойся, принцесса! Принцесса! Бесстрашный рыцарь Родовец виревого дракона! Спасите! Уберите ее! Ой-ой-ой! Ага! Попался, дракон! Вот я тебя верам! Стой! Я так не играю! С такой принцессой связываться Опасно для жизни! Ой, а что не так? Все не так, Тома! Ты же принцесса! А принцесса не сражаются с драконами! Рыцари тогда зачем? Что же мне делать? Увидишь дракона? Терей сознание! Хорошо, потеряем! Ой, спасите! Дракон! Давай сюда! Дракон! Дракон! А куда мы едем? Куда-куда! В башню! А что в башню? Ну, будешь там томиться! А потом я тебя съем! Я же дракона! Слушайте, мятушки! Тома, ну ты чего? А то вот! У меня тут дракон съесть собрался! Так положено, Тома! Драконы похищают принцессы, а рыцари их спасают! Так что сиди в башне и жди своего спасителя! Берегись, дракон! Ну, ладно! Раз, два, хей-хей! Рыцарь, рыцарь, веселей! Кто дракона победит, кто меня освободит! Рыцарь! Ну, хватит! Дракон принял решение! Отныне принцессы будут томиться не в башнях, а в подземельях! У всех принцессы, как принцессы, у нас наказание! Так, новое правило! Принцессы не выходят за круг и не мешают рыцарям и драконам! Хм! Пошли, рыцарь! А, мракосы! Ма, а ты тоже думаешь, что я наказание? Да нет же, Тома! Просто ты принцесса необычная! А в сказках принцесса обычная! Рыцари только таких и спасают! Ура! Ага! Попался дракон! Скучно быть принцессой! Сиди и жди! А они там веселятся! Спасите! Помогите! Дракон кричит! Это рыцарь его побеждает! Тома, стой! Принцессам из башни нельзя! На помощь! Ой, дракон побеждает рыцаря! Помогите! Кто-нибудь! Лучше я не буду принцессой! Буду кем-нибудь! Спасите! Держите! Кто-нибудь бежит на помощь! Спасите! Мы падаем в пропасть! Я! Не получилось из меня принцесса! Знаешь, Тома, очень даже получилось! Принцесса должна быть разная! Будь ты обычный, не было бы сейчас ни рыцаря, ни дракона! Спасибо тебе, отважная принцесса! Ой, что вы, что вы! Пожалуйста! Ну что, продолжим нашу сказку? Только немного поменяем правила! Ой, боюсь, боюсь! Ну, дракон, я тебе покажу, как рыцарей похищать! Клад! Ну вот, опять проиграл! Ну нет, Тома, и так играть уже нечем! Я ее найду, Тима! Ах ты хитренькая какая! Мне тоже проигрывать не хочется! Но я же под шкаф не прячусь! Ой! А это еще что такое? В первый раз такое вижу! Апча! О-о-о! Тима, это что же? Карта клада? И ключ! Его что же? Бабушка зарыла? Давай лучше положим на место! Мало ли чего там, Тома! А если там много ли чего, Тима? Интересно, что там за закровище? Может, волшебная палочка? Такое только в сказках бывает! О! Качельный мостик! Интересно, он надежный? Сейчас и проверим, Тима! Может, не надо, Тома? Лучше пойдем домой, поиграем в шашки! Вот еще! Ой! Ой, Тима! Он качается! Ой-ой-ой! Я дальше не пойду! Держись, Тома! Уж я держусь, Тима! Вот так уже не страшно! Да уж, Тома! Что-то есть хочется! Да и мне тоже! А вот без закровища это скатить самобранка! Раз! И чай с булочками! Горячий! Зачем такая скатерть? У нас же есть рюкзак! Раз! И вот тебе чай! Два! С булочками! Тима! Ты просто волшебник! Кажется, это здесь! Ура! Ой! А чем копать? Мы лопату забыли! Ну, Тима! Какой же ты запасливый! я тут сейчас все выкопаю! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Здесь! Ура! Нашли! Пусть это будет ковер-самолет! Ну и тогда! Оп! И дома! Кто это, Тима? Похоже на деньги! Но странное! Мороженое на такие не купишь! Бесполезный какой-то клад! Нет, Тима! Очень даже полезный! Потому что знаешь, что это? Эх, даже ни шапка, ни видимо-ка! Ты выиграла, Тома! Впервые в жизни, Тима! Значит, это волшебные шашки! Точно, Тома! Спасибо, бабушка! Субтитры подогнал «Симон»!